уважаемые представители почты россии словами не передать как я вас ненавижу я ненавижу вас каждый клеточкой своего тела здарова народ вы на канале плаза псков я ж думаю вы все видели превью хочу я буду там сейчас такое типа ой сегодня у меня для вас такие сюрпризы сюрпризы там все написано вы же умненькие знали куда кликаете же правильно поскольку у меня есть громаднейшая посылка и она на этот стол никогда в жизни просто не влезет поэтому мы все равно ее распакуем однако зачем я здесь сейчас будет гига распаковочка сразу скажу конкурс конкурс в следующем видео подведу итоги и там будет кое-что интересненькое может даже сразу же еще один конкурс но это не важно как говорит один видеоблогер когда делает туториалы на фишки трех или даже четырех летней давности но я подъехала и так все вы знаете что у нас сегодня на обзоре очень крутая штука но это крутая штука очень дорогая это вам не крыло рептилия которые купили там вставили приемничек и полетели здесь голая тушка только пенопласт обошелся практически в пять тыр я часто пишу тыр сокращая тысячи рублей но я спрашиваю тыр это чё тыр это тысячи рублей почему мы оказались здесь есть голая тушка почти за пять тыр ё-моё как вспомню так плохо становится я вам прям она просто так же не полетит для того чтобы эта тушка полетела будем использовать довольно бюджетную вещь но на самом деле давайте признаемся просто так не сфигали я бы ее не заказал народ летает на ней народ хвалит эту вещь поэтому в общем то не стал изобретать велосипед хотя рекомендованный обвес для тушки я вам покажу он будет дальше по ролику просто оставайтесь все будете знать мотор этот похожий на оригинал или нет да хрен его знает может и нет кто знает кто-то нижняя вещь она должна быть голографическая такая подчеркивание не знаю может и должна быть короче 22 12 странно когда заказывал по моему это было 22 16 это не точно я это уточню ссылка в описании будет это мотор на котором все это дело полетит 12 или 16 теперь хрен его знает вы чувствуете а когда вы увидели эту картинку господа самолетней я стала сердце биться быстрее да да знаете что сейчас будет ну держите меня держите мои сервера провода сразу силиконовые не дешман какой-то бананчиков таких я раньше не видел но боюсь что я их один хрен оторву потому что ну камон хотя и ответные части у меня есть их на валу на движке написано 22 все-таки 12 к в 1250 то есть 1252 в конце написано цифра 2 и и и нечаянно разумеется ну хрен знает вот по внешнему виду да вот катушки я не знаю вы разглядите их нет внешний вид катушек я не скажу что он какой-то особенный ну и мотор то не очень дорогой ссылка будет в описании к этому мотору но он обычный ну народ летает народ хвалит говорит вот ну чётенько все но проверим насколько к этому мотору у нас идут еще вот такие вот любопытные вещи это понятное дело переходник для крепленицев для крепленьиц то есть типа его можно закрепить кого угодно наверное но никуда угодно под другой размер это нормальная тема к моторам часто суют такие вещи болтики вот что самое интересное что меня здесь порадовал я не знаю разглядите вы или не разглядите сейчас 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 внутри пакетика стопорное колечко блин я пока и когда моторы перебирал для рейсинг дронов я проклял все чтобы найти вот они просто иногда по первости когда будете заниматься этой фигней вы поймете меня они сволочи отстреливают куда ты хрен их потом найдешь здесь есть парочка на случай если я захочу перемахнуть подшипник а подшипников у меня таких дохрена осталось наследие от ready to sky 2205 потрясающие моторы до сих пор так думаю если честно бюджетные и потрясающие все отлично я пока на гардах как гард и вот один комплект единственный взял даже в запас не взял ни одного мотора до сих пор гоняю до сих пор не развалились о боже неважно я думал им быстрее хана придет если честно но это не реклама ни в коем случае не подумайте вот такой носик идет к этому мотору на трех болтиках и возможно эти болтики тоже есть действительных трех тонких болтиках я так понимаю что это вот так делается а вот здесь уже пятерочка и закрываем болтом болтик стать самый обычный не за ничего особенного магнитится сюда даже прикинь но магнитится поверьте так это значит первое на чем будет летать самолетик вот на таком сани sky 2212 хотя по-моему все-таки заказывал 16 не знаю может за счет ты блян был он типа считается 16 но на самом движке указан 2212 1250 кв в принципе как бы вроде как он 4с ну нормально держит посмотрим опробуем заправить его 4с ну вам же интересно вы же все тоже хотите наверное взять моторчик подешевле вам наверное полезная будет информация вообще держит он 4с или нет но если опрокинуть тушку пенопластовую за 5000 за некачественного мотора за 400 рублей я не знаю что даже будет если честно пойду войной на китай так чё у нас еще интересно вот кстати эту вещь и даже не распаковывал абсолютно честно и не видел трек за свечу для китайцев для вас он не имеет большого смысла давайте распакуем на чем же еще что же нужно еще чтобы полететь на чудеснейшем офигеннейшем талоне ой как-то дерзко дернул но вроде ничего не пострадало господа это сервы с металлическими головами кстати говоря я знаю что вы привыкли сервы 9g обычный mg 9g или 90s там 90g привыкли покупать там по 100 рублей за сервочку но блин собирала тут крыло как-то эти сервочки которые дешманские они меня ни хрена не порадовали то есть они трещат дребезжат что-то одна тянет сильнее хотя комплектом было взято другая слабее как-то неравномерно короче решено было взять цифровые искренне надеюсь что вот это вот треска и так вот этих вот помех нахрен их там не будет просто ну опять же мы это затестим потому что цифровые я беру в первый раз многие из вас тоже не брали цифровые короче решено было взять подороже сервочки ссылочка будет в описании если хотите возьмите если не хотите но подождите пока мы их затестим и посмотрим чем будет вообще с ними вот 4 сервочки да на талон 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 короче на него нужно 4 вообще на упаковке написано что included включено но китаец у китаеца было написано что не включено я так понимаю что где-то есть комплект талона в котором все это дело включено но стоит еще дороже поэтому я решил взять все по отдельности все четыре цифровые сервочки приехали да мы его не просто так как безмозглого кстати пустим мы реально контроллер подготовим все дела все все как надо полетит на контроллере едет gps передаван то есть вообще то есть в описании обязательно загляните там дофига полезности быть и что еще нам интересно на талоне интересно в принципе видеть куда он летит для этого кстати ковричек зацените болтики с него не укатываются можно ронять все просто вау лучшее что со мной произошло это неправда ссылка в описании но я его собрался давайте посмотрим что же будет выпуска выступать в роли глаз нашего квадрокоптера фу самолета офигенного кстати почему взять талон был потому что я увидел как пацаны впечатляюще летают на 10 километров без проблем его или должна 20 и без проблем возвращаются обратно на одном аккумуляторе это было бы очень круто я этот сразу же хочу проверить я уж не знаю нахваливают ради рекламы кто-то кому-то бабок заслал мне никто ничего не засылал поэтому было решено проверить насколько честные блогеры и почему они нахваливают caddx внимание камера caddx а вот она все как надо в лучших традициях вот задняя панелька этой камерки объектив ну в сравнении с фоксером никакой но типа типа вау три мегапикселя странно что аналоговая камера измеряется все-таки в мегапикселях но неважно комплектация пультец ну тут джойстичек короче и эта кнопка короче ну как фоксир но фоксир боже мой он бомбезный тип крепления на раму для ну фоксера шло такое же если вам интересно вот сравним короче как дешевый caddx будет с фоксером тягаться причем у меня есть даже с чем сравнить у меня есть фоксер первой версии сам и фоксер есть предатор как бы не последний но и далеко не первой версии здесь у нас кучка проводков для пульта четыре вижу болтика раз два три 4 5 шесть болтиков вижу и даже шестиграничек но если брать по опыту экшн камер чем больше там на наложено барахла тем хуже камера дешевые камеры обычно любят просто чтобы вы знали класть всяких комплекту но почему-то почему-то я в caddx верю посмотрим caddx не подведи меня ну что ж давайте посмотрим на посылку ну что народ вот мы переместились короче ко мне на пол видите смотрите мы все больше и больше другой какой здесь эхо страшно не представляю что запишет камера потому что даже меня это раздражает я просто говорю заметили как мы все ближе и ближе становимся раньше вы видели только мой стол а теперь вы меня на полу буду как девочка блогер рассказывать свою распаковочку со светом к сожалению полная хрень здесь на этой локации да простит меня не знаю сморовоз ну а давайте делаем распаковочку погнали ну почти вот поместилась в кадр нифига себе вы скажете она здоровая да скажу я вам она нифигово так здоровая день рождения праздник детства и никуда никуда от него не деться не знаю что это короче друзья ладно вам ну понятно же дашь его распаковывал почта россии не щадит никого можете наблюдать что коробочка изрядно занята некоторые таки были повреждены но об этом ближе к концу ролика я все покажу расскажу что как почему и как с ним бороться в начале я обещал рассказать про рекомендованную комплекту для вот этого самля пожалуйста господа фоткайте мини талон мотор 2836 это размер кого интересует 1300 каве регуль к нему 37 первичка ну это даже с запасом на самом деле он много не должен жрать 4 сервы 9 г и пропеллер всего 1 90 на 45 написано что все это ин в комплекте я вам так скажу действительно пакетик от всего этого есть ин внутри но к сожалению не все это если вы будете брать со всем этим то готовьтесь выложить дофига денег но поскольку мы люди простые нищеброды так сказать вот денег у нас нет нагнетая обстановку давай распаковываю где-то чё ты как-то почему-то погнали упаковочка так себе конечно давайте не так давайте наверно уберу из кадра и буду в кадр пихать по одной вещи потому что камон куда я буду сейчас отсюда это перекладывать место в кадре вообще нет больше штатив что ли повыше прикупить хотите скинуться мне на штатив ссылка в описании не надо этого делать надо дайте денег и так ну раз уж мы договорились ведь мы же договорились да давайте по макулатурки потому что обычно я ее выкидываю но это такая вещь стоит обратить на нее внимание я думаю шик блеск красота у кого есть такая штука но он потерял макулатуру фоткайте а мы кстати в этом видео не будем все это дело собирать я вам сразу скажу что никто не расстраивался потом ладно короче ну прошаренных дядек на форумах есть лайфхак я вам сразу об этом скажу просите чтобы китайцы не приклеивали вот эти компоненты к коробке потому что коробку будут пинать это однозначно мы же о почте россии же говорим вы же понимаете хотя есть вероятность что подобными посылками теперь будет заниматься dpd но с dpd у меня тоже знаете ли старые не старые а новые скажем так непонятки но его все это из пенопласта у нас есть два крыла размах крыльев метр и тридцать сантиметров я их даже в этот раз достану а чтобы они уже были достаны потому что пришлось их выравнивать потому что они были привязаны внутри скотчем коробки и не было места коробку били и они гнулись и ломались здесь был нифиговый изгиб как его исправить есть куча способов в интернете да я не буду говорить кому надо в комментариях напишите я отвечу лично давайте виде самолетика попробуем сложить блин штатив короткий так хвост зад идет тоже у нас есть еще фюзеляж ребята фюзеляж состоит из двух частей вот так соединяется вот морда тут камеры ставятся и прочее прочее крепление все есть внимание мотор мотор у этой штуковины находится в хвосте если вы новичок и такой о ничего себе хочу 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 подумай подумай я вам не советую брать модели если вы новичок у которых пропеллер сзади то же самое относится к крыльям круто и просто управлять вообще лучше поддается управлению та вещь у которой пропеллером собственным пропеллером обдуваются вот эти штуки или роны или вон и все рули вот если они обдуваются своим собственным пропеллером то есть спереди где-то находится или в центре тогда да можно брать даже новичок там он будет управляться довольно таки сносно и просто подобные вещи для новичков может быть и крутоваты а может и нет ну короче мое дело предупредить ваше испугаться я так понимаю сейчас мы даже частично соберем крылья не простые в крыльях есть я так понимаю карбоновые трубки и тут по моему и есть и такая вещь я так понимаю что это отсюда также у нас есть обалденный наклейтос и из этого пакета уже что-то начало сыпаться морда тут крепление для камеры крепление для мотора вот туда в зад где хвост я вам показывал уже также здесь существует набор болтиков шурупчиков даже колесико трубки не не карбоновые знаете чего это как gps стоечки на коптере делают вот из этого из стекла там чего-то вот одна вывалилась тоже в коробке на самом деле здесь целый пакет таких трубок здесь целый пакет коротких трубок длинных ну подлиннее трубок может быть какие-то уже по коробке вывалились по дороге не знаю и одна вот такая это реально трубка все остальные чисто палочки но смотрите больше в пакете ничего нет только куча пустых пакетов ощущение что они либо серв с движками ну в общем разокомплектованным понятное дело вот этот набор пенопласта стоит почти 5000 как бы в любом случае все ссылочки будут в описании можете посмотреть в этом сами решайте надо вам это не надо давайте прикинем как он будет собранном состоянии смотреться блин я его не стал собирать полностью но вот короче чтобы прикидывали что это и как вообще это примерно будет вот он блин он здоровый на самом деле он реально размах крыльев у него наверно метр двадцать или метр тридцать но пишут что метр тридцать короче сервы вот или вончики возле крыльев две сервы крепится так понимаю под крылом вот сюда и вот сюда и две сервы зацените этот шикарный хвост крепится туда и движочек сзади и вот сюда все дела короче так понимаю камеры может быть еще что-то а курсовая по ходу камера вообще вот здесь будет но это не точно в общем со стороны господа я вот прикинул вот так он выглядит вот он как-то так посмотрим что будет дальше возможно возможно скоро мы его испытаем обязательно посмотрим что к чему как он полетит за тесте майнаф сейчас вот-вот уже где-то подъезжает нам gps к нему я ничего не обещал еще сказать в конце если вспомню то скажу короче даже если что-то забыл все полезняхи все вообще все 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 что вам может быть интересно в принципе находится в описании пожалуйста смотрите проходите участвуйте в конкурсах спасибо что досмотрели этот ролик до конца мне было очень приятно всем удачи всем пока и не сохранить купили нас увы и эффекты памяти наш огонь угас и тупо рассказать прощай нам слишком поздно сплавить звук и отключить вайфай